Бывшие жильцы аварийных домов, месяц назад переехавшие в новостройку на улице Большая, вновь встретились с губернатором. На этот раз Олег Ковалев вместе с представителями фонда содействия реформированию ЖКХ заглянули в гости к новоселам, чтобы узнать, как им живется в комфортных квартирах. У нас еще половина программы, будем говорить так, и, конечно, работа предстоит большая. Мы радуемся введенным домам, радуемся новым стройкам, но предстоит еще и серьезная такая тяжелая работа для того, чтобы реализовать все это дело. Ну и второе, мы бы, конечно, хотели бы, чтобы и после 2017 года, когда завершится эта программа, она была продолжена. И поэтому будем выносить на уровень правительства, даже на уровень президента этот вопрос и просить о поддержке. Потому что мы переселяем тех людей, которые сами никогда жилье себе не приобретут. Далее делегация направилась на место строительства нового дома. 210 квартир распахнут свои двери уже через полтора года. А это значит, что еще 210 семей переедут из аварийного жилья. Ну и по доброй традиции, в честь церемонии открытия котлована, гости заложили символическую капсулу в фундаментном остройке. Никакие кризисы нам строить не помешают. Сколько мы с Рязанской области работаем, они всегда выполняли все поставленные задачи. А в этом году даже идет небольшое перевыполнение. Вы знаете, это очень важно, с какой стороны. Во-первых, они делают задел вперед. То есть уже работают на 15-й год, нету никаких вопросов у нас. А раз задел есть, значит стройка не останавливается, значит и строительная компания работает, и люди, которые обеспечивают стройку. То есть у нас стройку обеспечивает порядка 30 параллельных смежных специальностей. Если помнить, в прошлом году Владимир Владимирович покритиковал строителей за то, что освоили на 40-50 процентов. Он, правда, назвал вообще страшную цифру, 4 процента выполнения было. В этом году 110, наверное, это единственная госкорпорация в стране, которая полностью выполнила свои обязательства. И самое главное, перед людьми конкретными. Очни 200 тысяч людей переехало из бараков в страшнейших условиях, в нормальные человеческие условия. Это здорово. Мы будем продолжать эту линию вести и дальше, несмотря на какие кризисы. Средства у нас есть, у нас никто ничего не срезал. Продолжение следует...